Для начинающего всадника важно научиться правильной посадке и управлению лошадью. Одновременно нужно научиться контролировать свои собственные эмоции, находясь в седле. Ведь лошадь – это не машина с автоматической коробкой передач, а такое же живое существо, как и мы, со своим неповторимым характером и чувством собственного достоинства. Все эти тонкости хорошо известны воспитанникам специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва ЦСКА по конному спорту и современному пятиборью. У меня мама занимается тоже конным спортом, она мой тренер. И она меня давно очень сюда привела, года в четыре, наверное, я уже здесь была. Тут раньше пони стояли, я немножко на пони поездила, а потом сразу пересела на большой лошадь. А этот вид спорта, он мне нравится больше, экстрим. Недавно Софья Лукина вместе с другими воспитанниками школы ЦСКА принимала участие в церемонии посвящения в юные армейцы. Вступая в ряды спортсменов, армейцев, торжественно клянемся. Гордо нести высокое звание спортсмена Центрального спортивного клуба армии и Вооруженных сил России. Уважать и соблюдать славные традиции армейского спорта. Быть честным и справедливым, уважать старших тренеров и учителей. Жить и трудиться по принципу, один за всех и все за одного. Клянемся! 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 Символично, что церемония посвящения проходила в музее спортивной славы ЦСКА. Это не совсем обычное мероприятие, просто это как бы мы дали клятву юного армейца, теперь мы тоже армейцы. И прийти в музей, в главное, ЦСКА было очень интересно. И там есть и экспонаты, даже не то что конные, а вообще всех видов спорта, которые в ЦСКА. Там и экспонаты, и одежда, и некоторые кубки стоят. В детско-юношеской школе ЦСКА учащиеся занимаются по двум олимпийским направлениям – выиской и конкуром. Конечно, далеко не все намерены в будущем связать свою жизнь с профессиональным спортом. Главное – научиться понимать лошадь, почувствовать себя частью живой природы, пробудить доброту в себе и в других. Продолжение следует...